Так, еще раз здравствуйте, мы начинаем нашу первоапрельскую трансляцию Вот это да! С великолепной стратегией в реальном времени Давайте посмотрим заставку Планета Аракис, Дюна, в общем, Спайс Может быть кто-то читал Фрэнка Херберта, я думаю, читали Я, к сожалению, нет, с классикой не знаком настолько сильно Если просто, то битвы идут за Спайс Это что-то вроде психотропного вещества Ну, наркотика, можно сказать Который, кажется, он дополнительно какие-то способности дает Не знаю, не помню какие В общем, это самый главный ресурс в игре, который добывает вот эти вот Харвестеры И, собственно, война идет между тремя фракциями Это Харконнены, Атраидасы и Ордасы Ну, есть независимые фракции, типа Фримены, есть имперские войска Они помогают той или иной фракции Ну, в качестве там супероружия это проявляется Там Фрименов, кажется, Атрейдасы могут вызывать Фрименов У Харконненов есть помощь имперских войск Короче, не так важно Зацените мощь звука И качество графики Понятненько Ой, будет весело Там такой микроконтроль нужен, вы не представляете Такое удобное управление, без райт-клика Чувствую, что старички сейчас скупую мужскую слезу хардкорную пустили Отлично Понеслась Есть мышка, уже хорошо Кстати, я сейчас немножко Ай-яй-яй Ай Чёрт, что я сделал? Ктрел плюс Ф9 было фатальной ошибкой Ладно, заставку быстро пропустим Нам нужен дозбокс Сейчас, секундочку Кажется, там сохранились настройки По звуку Сейчас проверю, как картинка Она поместилась или не поместилась Да, чётко Всё, сейчас быстренько Комментарии, к сожалению, читать буду только между играми Тут крайне неудобно Капчурить всё И мы сейчас, кажется, в шестой миссии Всего миссии 9 Играем из-за харконенов Дожимаем Так Довольно сейчас будет интересно Подождите, сейчас Как здесь это сделать? Примскипы Нет Ф12 Сейчас будет получше Харконены Харвестеры собирают у нас Спайс Вот это вот спайс Через букву H они собирают Здесь довольно разветвлённая база То есть Вам будет, наверное Сложно будет Так Включаться В общем, смотрите Мини-карта есть Туман войны есть Всё отлично Тут даже Баги жив Враги нападают Периодически Ай, танчик Это тяжёлый танк Сич-танк так называемый Для того, чтобы управлять войсками Нужно Правая кнопка не работает, к сожалению Нужно нажимать Атаку или Move Причём у Ах ты Блин У этих всего на одну клетку Рейндж У туреток Грейженных Меньше, чем у Ух ты Тут было весело Кажется, свои же и замочили Ремонтник Здесь мы выбираем, что строить Выбираем завод Repair Facility Так называемый И идём в атаку Через мини-карту Группы Групп не было ещё Как бы Забудьте Группы первые появились Насколько я помню В первом Варкрафте Мы в него сегодня ещё поиграем Так-так-так Много-много-много-много Билд Билд Два заводика Один строит танки Другой строит Катюши, можно сказать Так Вот, Катюшки, поехали Так, сейчас побыстрее ещё сделаю Игру Чтоб плавнее было Вот, поэтому приходится управлять Каждым юнитом в отдельности Что доставляет немало гемора Но в этом и романтика Выстраиваем юниты Вот так вот Ай-ай-ай-ай И вот на линию он бьёт Относительно точно Плюс Не достреливает Башня Чёрт Ещё на одну клетку Нифига ж себе Достреливаешь Да, достреливает Бабах Но причём Достреливает Вот этот вот низ Может уехать И по нему не будет Башня стрелять Да, да, не будет Атака Ладно, накидываемся на башенку Суть в том, что мы собираем И противник тоже, в общем-то, собирает Надо построить завод Спайс В минус башня Отлично Подбиваем Космопорт Из которого вылетают Ну, не такие опасные Совсем не опасные Такая-то что у нас Электростанция Надо перестраиваться Вот сюда Вот Мы планомерно уничтожаем базу Как только эта миссия закончится Она закончится, я думаю, минут через 10 Всё зависит от того, насколько мы Ходкейв нет, к сожалению Да, поэтому я всё делаю мышкой И, видите, довольно-таки Ай-яй-яй Достреливают Чёрт возьми Есть у меня Транспортные корабли Которые прилетают периодически И забирают Технику Вот полетел, кажется Вот он, вот он, вот он Прилетел Так взял И в ремонтник отнесёт Это Так вот продвинутая штука Серьёзно Так, здесь атакуем это Здесь выстраиваемся в линию Начинаем атаковать башенку Бдыщ-бдыщ Мажут вот эти вот Катюши, надо сказать У них рандомно Вылетают ракеты Чем ближе, тем У них больше угла Искривления Как бы Как они мажут Здесь через башни Танки проходят Молодцы Так, минус Давить, кстати, можно пехоту Техникой Я бы задавил этих трёх Товарищей Но К сожалению Так, а тут уже интереснее Надо Подтягивать войска Жалко, конечно, что Ой-ой-ой-ой Он башенку восстановил Смотрите Безобразие Да, он может строить На бетоне Если бетон То есть Площадка есть То он Абсолютно спокойно Может А, если сейчас танк убьют Во время Погрузки Во время погрузки Можно Сбрить Ой, достает Достает, достает Чем Когда юниты Вот так вот Надамеджены Они начинают Стрелять медленнее Ездить медленнее В общем Так, заказываем Ещё есть максимум юнитов В разных миссиях Он разный Но пока мы ещё Не достигли максимума И уничтожаем Здесь Всё идёт Вот с этой базы Так, минус 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 По пехоте Стреляем Близко Кажись Подъехал Да, вот Танк идёт Очень уязвимые Вот эти вот Осадные сооружения Ой, то есть Ну да, Катюша У них жизни мало Дэмэдж хороший Ренж хороший Так, ну вроде как Уже начали Двигаться Дальше Может накинуться В общем-то Чё там Башня, кстати Очень сильная Так что Но Сечетанки Тоже непросты Сейчас вот Как эту башню Убьём Сразу же А, там ещё внизу Одна Да, давайте попробуем Наброситься Одновременно Только всеми Потому что здесь У юнитов Есть небольшая беда В том, что они Сами не умеют Нормально атаковать Выбирать цель Вот И как результат Придётся Приходится Всё вручную делать Вот как быстро Это, кстати Может быть Действительно Будем одни Сечетанки делать Подтягиваем Войска Вот Опа Вышел Сечетанк Ступаем Всем на него Говорим Идти Да, и здесь уже Бдыщ-бдыщ Бдыщ-бдыщ Боевая музыка Всё серьёзно Так, ну и Накидываемся Это Конец будет Первой базы Вторая берётся Гораздо проще Тем более, что там Сейчас Сечетанков Сделаю Просто Побольше Всё Всё Максимум Юнитов Достигнут Сейчас Главное Просто их Нормально Контролить Атаковать Приказывать Нужные вещи И вот Вот Мы Двигаемся К успеху Маленькие танки По возможности Сейчас надо уже Сливать Ремонт Прямо Перед моими Глазами Делать Здесь Великолепный И Вот так вот Подъезжает Периодически Теряет Юниты И Отступает Опа Неожиданно Он построил Башню Ох Да Сечетанки Конечно Всё-таки Я сделаю Второй завод Сделаю Апгрейд И буду В них Тоже Делать Сечетанки Потому что Для них Тоже Башни Особо Угрозы Не представляют Так И Ну всё Это первая база Потом Нужно Вот это Вот вынести Будет Так Это готово Это готово Убиваем Собираем Что у нас Тут по карте Нельзя Нельзя К сожалению Строить Больше Сейчас Нужно Просто Вот Ещё Одна Башня Прямо Так Ну зато Это Последнее Что Будет Двигаемся Дальше Через Мув Вот Как можно Давить Всё Задавили А у меня же Вокруг Ремонтника Нифига Себе Смотрите Сколько Юнитов Спас Как же Называется Там Не помню Как-то по-особому Называется Отлетающий Шип Так Ну и Ох Обязательно Нужно указывать Цель Потому что Вот так Вот они Могут Стоять Рядышком И ничего Не делать Все цели Нужно указывать Самостоятельно Ну Едем Дальше Нормально Такая Туса Собирается Лучше Всего Конечно Вот этими Тлаунчерами Катюшками Стрелять По зданиям Потому что Никогда Не мажем По зданиям Потому что Они и так Большие И Получается Очень хороший Дамаг По ним Соответственно Под прикрытием Наверное Сич танков Лучше Сейчас Ворваться Просто Под башней И сразу Вырубать Строение По возможности Продолжаем Строить Ох Накидываемся На башенки Попутно Катюшами Стреляем По Так А здесь Что Не все Стреляют Как надо Вот Пожалуйста Еще Одна Башня Еще Одна Башня Еще Одна Башня Война Идет Друзья Война Просто Ужас Ужас Там Пехота Строится И завод Вот это Самое главное Что нужно Убить Это Завод Так Ты Едь Сюда Ноль Ресурсов Харвестеров Нужно Периодически Тоже Вручную Направлять Собирать Спайс Потому что Чем дальше Тем Сложнее Им Самим Выбрать Правильно Поля Вот А тут Расстреливают Катюшу Самую Просто Гущу Самый Главный Вот Завод И Вот Минус Завод Хорошо Теперь Новой Техники Не будет Но здесь Правда Была Вот Видите Выезжает Еще Техника Катюшу Назад И Перенацеливать На новые Задачи Пожалуйста Там Еще Тяжелая Пехота Отсюда Выезжает Правда На ней С ней Проблем Практически Нет И Вот Завод Легкой Техники Тоже Убьем Готово Башенка Атакуем Да Если Вашего Юнит Атакуют Конечно Реагируют Они Начинают Отвечать И Едем Дальше Сметаем Противника В каждой Новой Миссии Открываются Либо Юниты Как правило Юниты Ну Либо Способности Как Там Супер Оружие У каждого Есть Каждой Фракции А Стоп Это уже Все Это вся База Нам Фактически Нужно Уничтожить Тот Забытую А Вот Еще Харвестер Недобитый Или просто Он Это Очень слабое Здание Сейчас Смотря на то Что его Чинит Он Компьютер Он Довольно Быстро Да И Кажется Осталось Последнее Строение Да Здесь Ничего Здесь Ничего Добиваем От Следующей Миссии Я не Уверен Что Дойду До Самого Конца Потому Что Миссия Где-то Минут 30 Занимает Все Вроде Где Еще Выиграли После каждой игры Вот 41 минута Мне потребовалось Для того Чтобы Пройти Эту Ну Часть конечно Времени Вчера Я сейва Все-таки Начал Подводится Статистика По поводу Убитых Юнитов По поводу Собранного Спайса И Едем Дальше Каждый Раз Тебе Дают После Законченной Миссии Какое-то Звание Согласно Тем очкам Которые Ты заработал И Вот Сейчас Будет Следующая Миссия Ох Бедные Ордосы Зеленые Осталась Одна Одна Штука И Сейчас Будем Опа Что-то Новенькое Какое-то Новенькое Здание Это просто Надо Убить Врага Но Вот Это Новое Здание Я не Помню Что Оно Делать Наверное Что-то Прикольное Поехали Нам Дается Сразу Какая-то Какая-то Армия И Главное Строение Минимум Да Мы Делаем Разведку Мини-карта Пока Закрыта Апгрейд Я сделал Для того Чтобы Бетон Сразу Можно Было Делать Бетон Не По Одной Ячейке А Сразу По Четыре Зачем Делать Бетон На Бетоне Строение Лучше У них Больше Жизни Они Соответственно Работают Эффективнее Электростанция Которая Делаю Сейчас Нужна Для Того Чтобы Функционировали Защитные Сооружения Для Того Чтобы Дальше Мы Делаем Фаст Экономику Вообще Мы Делаем Три Перерабатывающих Завода Делаем Разведку Местности Для того Чтобы Понять Где Находятся Основные Залежи Спайса Прикольно Разведывается Как раз Тяжелыми Танками И Катюшами У них Рейндж Очень Хороший Делаем Перерабатывающий Завод И Вместе С ним Прилетает Первый Харвестер Харвестер Добывает Со спайс И Приносит Его Обратно На базу Да Основные Залежи У нас Все таки Справа Получается По спайсу Ой Червячок Песчаный Червь Сэнд Ворм Довольно Жирный Я его Разбудил Просто Иду Сразу Пипец Друзья Вы Чего Давайте Рестарт Сценарию Первый Раз Когда я Рестартую Сценарию Не хочу Хочу Чтобы Побыстрее Все было Один Замедленный Короче Я без Одного Харвестера Буду Смысл Как раз В быстрых Червяк Он Жрет Он Жрет Юниты Это Очень Жирное Создание Которое Которое Просто Как бы Нейтральное Оно Песчаный Червь Тоже Кажется То ли Он Делает Спайс По Книге То ли Он Им Питается В общем Он Обитает Там Где Есть Спайс Его Убивать Крайне Долго И С миссией С каждой Миссией Они становятся Все агрессивней Эти черви Если в первых Миссиях Он просто Бегал Как бы Улыбался Ничего Такого Страшного Не делал То Вот чем дальше Тем они становятся Более жесткими Делаем разведочку Причем Я разведал Сразу же От вашей разведки Зависит Насколько Насколько Агрессивно Будет вести себя Компьютер Кстати Карта Довольно Таки Маленькая То есть Здесь можно Закончить Все довольно Быстро Скорее Всего Баз Много Может Быть Даже Ну Как бы Три Условно Говоря Но Думаю Мы справимся Очень Жалели Что в дюне Не было Сетевого Режима Просто Потери Потерь Такая Стратегия Еще один Минус Встречи Ранней С Червячком В том Что Зацените Музыку Кстати Класс И третий Завод У нас Пошел Все Сейчас Нужно Справиться Как-то С Червячком Во-первых Вовремя Его Обнаружить А вот Он Нет Не Оказалось Тут Такие Песчаные Бурьки Бывают Когда Червь Двигается Соответственно Есть Определенный Шлейф Который Он Оставляет За собой Я Уже Опасаюсь Сделать Агрессивно Разведку Ладно Ты Собирай Здесь И Когда Вы Стреляете По Червяку Любой Выстрел По Местности Он Уничтожает Спайс Поэтому Не Хотелось Бы Встречаться С ним Рано И Сражаться Потому Что Тогда Придется Уничтожать Ресурс Пока Мы Застраиваем Свою Базу Бетончиком Видите Делаем Такие Вот Платформы Следующим Зданием У нас Будет Скорее Всего Радар Потом Не Наверное Сделаем Побыстрее Завод Завод Легкой Техники Для того Чтобы Открылся Завод Тяжелой Техники Харвестер Кажется Они По 600 Приносят Так О Старпорт Сразу Можно Сделать В Старпорте Кажется Можно Быстро Закупать Технику Кажется Да Нам Нужен Радар В любом Случае А Нет 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 Не Нужен Мы Можем Построить Вот Это Вот Наша Задача Сделать Сейчас Как Можно Быстрее Завод Для Того Чтобы А Скорость Это Самая Быстрая Да Для Того Чтобы Закупить Еще Дополнительно Харвестеров Их Доведя Количество До Наверное Шести Штук У нас Будет Три Завода Шесть Харвестеров Полей Вроде Много Здесь Поэтому Мы Абсолютно Спокойно Делаем Завод Легкой Техники Он Нам Нужен Только Для Того Чтобы Добраться До Завода По Тяжелой Технике Без Радара Его Оказывается Не Построить Ну Радар Зато Покажет Нам Во-первых Открытую Часть Карты Покажет Покажет Червяка Если Он Белым Там Выделяется И Пошел Радар Не Уверен Что А У Мне Как Раз Электроэнергии Не Хватает Но Мы Не Будем Пока Тогда Ставить Мы Делаем Сразу Не Тратим Деньги Короче На Электростанции Сразу Делаем Завод Здесь Идет Сбор Здесь Тоже Вроде Все Нормально Да Исследуем Все Такие Залежи Спайса Много Спайса Сложная Будет Игра Возможно Я Не Дойду До Конца Ну В общем То Вы В прошлой Игре Видели Как Происходит Атака Правда Здесь Нет Всех Юнитов Я все еще Нет Ой 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 Там Что-то Произошло На поле Видимо Напоролся Кто-то Да Катюша Напоролась На Дырку Со Спайсом Так Ну Сейчас Делаем Уже Спокойно Электростанции И штампуем Вот Харвестеров Управляем их Куда-нибудь Подальше Червяка Потенциально Червя мы Где-то Здесь Встретили Ресурсов Не хватает Так Собирай Все Приходится Здесь Сделать Вручную Фактически То есть Следить За Тем Как Происходит Добыча Спайса Где Вообще Юниты Они Нет Понятия Точек Сбора И Довольно Таки Ленивый Ну Вы это Видели По Тому Как Проходит Сражение Вот Хватает Энергию И Загорается Мини-карта Мини-карта Тоже Изобретение Создателей Дюны Вестфуда Еще один Харвестер Да Если ресурсов Не хватает Юнит Становится Как бы Недоступен То есть Он Холдон И тебе Нужно Вручную Нажать Восстановление Возобновление Строительства Ну И Последнего Наверное Харвестера Я делаю Сейчас будет У нас Космопорт Перед этим Я Все-таки Закажу Еще одну Электростанцию Потому что Притык Энергии Чтоб не вырубился Радар Делаем Разведку Аккуратненько Но я уже близко Судя по мини-карте К базе Противника Причем Моя первая Разведка Она будет Уже Она даст Сарт Противнику То есть Он начнет Атаковать Пускать Вот эти Вот волны Так Ну что ж Теперь Электростанция Дальше Сразу же Вот это Вот Хай-тек Фасилити Это здание Космопорт Которое Позволяет Строить Летающие Юниты Насколько Я помню Летающие Юниты Перехватчики Есть только У Ну у Харконнанов Их нет То ли они Только у Атрейдосов То ли они Только у Ордосов Но мне Старпорт Нужен для того Чтобы сделать Как он называется С информацией О каждом Юните Есть Это Структуры Кэрриол А Кэрриол Это Большой Транспортник Вот Потом Мы Сейчас посмотрим А вот Соник танки Уже есть Ёшкин кот Это супероружие Этих Ай-яй-яй-яй Атрейдосов Это оружие У каждой Нации Есть супероружие Соник танки Поражают Войска Звуковой волной И Они Все кто Подходит Под эту волну Это сплэш Дэмэдж Получается А вот Все Пошли они Пошли в атаку Немножко не успели Развиться Но ничего Да Строим Одного Кэрриола Соник танки Самые легкие Вообще Из Хотя нет Есть еще Интересное Супероружие У ордосов Они Это Как же он Называется Короче Юнит Такой же Как Катюша Он Только он Стреляет Краской И эта краска Перекрашивает На время Ваши войска А у Кстати Может быть Может быть Кстати Здесь и будет Уже супероружие Харкононов Я хочу Хотел бы вам Его как раз И показать Для этого И проходил Вчера Эти 4 миссии Чтобы побыстрее 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 Так Мы можем уже Строить Наверное Вот это Вот новое Здание Типа Научного Там Ничего Не строится Нет Все еще Нет Что для Этого Нужно Ладно Построим Всего Понемножку Потому что Я Не совсем Понимаю Чем Нужно Так И еще Одного Кариола Кариола Точнее Как Кариер Старкрафта Да Вот они Двигаются Здесь уже Без башен Я думаю Не обойтись Уже Такие миссии Идут Что Волны Идут От них От противника Довольно Такие жесткие Постоянные Поэтому Ах да Надо космопорт построить Для того чтобы Так Выстраиваем А видите Харвестеры Еще Забирают Транспортные Корабли Вот для этого Я как раз Их построил Потому что Так Убыстряется Скорость Добычи Лайсы Только нужно Башенки построить Где нибудь А Вот они От отсюда Идут Да Точно Как раз Будет Оп 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 Война Война Друзья Ой Я здесь Кстати Зря Это самое Ой Ёшкин кот А Ну все Ставим башню Быстро А башню Нельзя Потому что Мне Нужно Грейт Сделать Соответствующий А Пехота Сейчас Дойдет А Если Пехота Проходит К зданию Это Пипец Сразу Теряется Часть Жизни Репейр Репейр В курсе Делаем Апгрейд Для того Чтобы Побыстрее Поставить Они ж С двух Бас Посылают И Постоянно Будут Слать Войска Ай Ай Давай 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 Задави Его Не Стало Кстати Забегать Все Есть Возможность Построить Первую Вышку Вышки Нужны Я Некоторое Время Удивлялся В самом Начале Когда Зачем Они нужны если ну как бы это трата это защитное укрепление но противник то поступает очень просто он идет в атаку постоянно посылая юнитов вам нужно как можно как можно так и здесь хорвестер не добывает как можно менее с меньшими потерями их отражать и как бы башни р-тарет это туретка модернизированный вариант который стреляет и по воздуху и имеет более большой range нежели чем стационарная туретка так ладно сейчас вторая башенка и я думаю надо ставить уже космопорт в котором можно делать закупки такие массовые ни разу этого не делал вот пожалуйста поставил башню и сразу радар минус придется построить еще одну еще одну пауэр центр так называемый ох ох если здесь будут девастаторы вот прилетел причем range по воздушному этих башен за пределами вообще видение эта штука вот которая летала она вот он вот он вот он вот он очень много урона носит до по зданиям кстати вот чуть не убил но дорогой так они туда промахнулся электростанция ведь и не с полными хп ладно делаем соответственно старпорт фасилити это большое такое здание где кажется можно закупаться насколько я помню то есть делать закупки юнитов которые вам сразу же привозят после этого вот идут оба бах 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 но один выстрел и уже у меня начинаются проблемы ну вроде движуха уже пошла опа дропшипы кстати дропчики делают смотрите sonic танк высадил sonic танк наносит бонус ну то есть не бонус а дэмэдж просто по строением сплэшивый ешкин кот и ставим соответственно star starport до use the store to receive shippen да короче можно заказывать здесь по разной стоимости обычно она выше но периодически надо заглядывать сюда потому что в старпорте но это как биржа грубо говоря здесь иногда встречаются и юниты которые сказать по заведомо заниженной цене которые продаются так вот я ставлю house of x это как раз от центр технологии насколько я понимаю ни разу его не строил вот в дюну играл лет десять назад периодически надо заглядывать сюда и смотреть стоимость там иногда проскакивает халява сделаю апгрейд на в заводе потому что кажется девастаторы требуют ну сейчас делаю грейд для того чтобы получить доступ к катюшам следующий грейд для доступа к тяжелым танкам а последний грейд кажется как раз и при наличии вот этого здания до use да дает эта штука дает возможность использовать технологии вашей фракции технология махе и фракции то есть харкононов это девастаторы такие огромные танки которые мало того что они жирные с хорошим уроном они еще после смерти взрываются взрываются дэмэджи все вокруг кстати очень забавно эти девастаторы переманивать у противника супероружием ордосов и тут же взрываться очень такая подстава хорошая так но я хочу вам показать для начала эта штука но эта миссия чувствую не дойду до конца потому что это почти середина только миссии поэтому здесь будет очень жестко все вот стоимость изменилась было 450 час 360 танчик тоже дешевле на 30 чем если бы мы покупали в стандартном магазе так и делаем еще один апгрейд вот он вот он девастатор танк 800 стоит супероружие харкононов ох ставим электростанцию хватает у нас электричество для того чтобы радар заработал и вот он девастатор пошло-поехало да ну фактически это все технологии единственное что есть еще в последних миссиях появится castle так называемый замок или дворец в котором также есть уникальные способности расы и у харкононов эта способность пускать ядерную ракету в любую точку карты но во первых до этого нужно дожить и ракета крайне приблизительно стреляет очень приблизительно вот он вы вылез девастатор такой вот танк чем-то на мамонта похож может быть кстати прародители мамонта все время ну давайте попробуем я запишусь чтобы может потом доиграть это или сегодня включиться если вам понравится больше дюна чем остальные игры и идем в атаку главное чтобы девастатор сейчас этот червь не съел здорово кстати идти в атаку даже маленькое количество юнитов требует вот такой вот главное сюда в дырку не заедете ладно машинку пустим вот sonic танк посреди по сравнению с sonic танком девастатор делать два выстрела смотрите раз-два больше половины жизни сразу же снимает и в атаку давай давай в атаку еще один sonic танк слева но sonic танки тем хороши что у них range очень хороший сейчас все по девастатору стреляют и башни в том числе что взорвется вот это оружие харконов так я сейчас пойду почитаю комментарии у меня есть несколько игр дальше на выбор это aladdin